...поднял вам настроение. Спасибо, спасибо большое. Явный Крусталевый Багенский, Французский, Фурецкий. Есть инструменты, там, в Бермании, там, это галечка делает какие-то депутаты, которые в городе, поедут. Сесть тысяч евро. А вы вот покупаете, покупаете посуду и потом подтачиваете и... Близко к ноте выбирается бокал, сначала долго, то есть для того, чтобы выбрать их пять штук, это надо, там, не знаю, их 150 надо переслушать. Во-первых, надо близко к ноте подобрать, это раз. Во-вторых, стекло, когда отливают... Вот здесь оно тоненькое, а внизу оно толстое, довольно-таки, вот такое. Отливают его по-разному. То есть где-то оно ровно, ровной толщины внизу, а где-то оно неровно, порой аглито бывает. То есть толстое, тонкое, когда извлекаешь надвигат ногу, но бокал может звучать неровно, то есть можно звучать соответственно с лишними вибрациями, то есть можно бить ноту. Поэтому на этот дефект приходится выбирать, но и близко к ноте, когда врать нужный, тоже не всегда легко это получается. Вы затачиваете потом или нет? Или именно подбираете? Да, затачиваются, стачиваются. Потом можно внизу опустить. Не с точных, вот я показывал, всего два бокала, которые попали в тон. Все остальное доработано специально с вашим. Успехов вам! Спасибо! Вы один занимаетесь. Обработайте бокалы. Это прям вот полностью. Последние два инструмента я сам настраивал, но это жутко неприятно. Если бы был такой мастер, который это умеет настраивать, тогда бы лучше денег, наверное, заплатил. Потому что стеклянная пыль, ты ей потом плюешься на три приблизительно. Несмотря на то, что ты в маске, в очках, абсолютно. Это неприятный процесс. Ну, как бы, куда деваться? Каждый профессиональный музыкант в какой-то момент становится, если не мастером своего инструмента, то как минимум настрощик. Ну, великий и известный в семье. Григорий Соколов, приезжая на гастроли к нам в Петербург, он же берет отвертку и долазит в рояле, делает так, как ему удобно, так, как ему нужно настраивать, подстраивать, давать инструмент вот такого состояния, чтобы он чувствует себя комфортно. Ну, это процесс неизбежный, так сказать, для любого музыканта, который, так сказать, перфекционист по отношению к своему инструменту. Ну, вот так вот, обычно. Я зашла, думала, ну, понятно. Время не очень, а потом, как увидела, что это. Вообще, прям... Захотелось научиться, да? Да, сложно. Есть еще пара человек, да. Ну, вот так, чтобы... Стеклянный. Звук стеклянный. Ну, металлический такой. Ну, в принципе, на самом деле, от чести вы и правы, потому что у этого инструмента есть еще одно название, называется «нангурский орган». Поэтому, в общем-то, вы, можно сказать, в корень зрения части, да. Попали в точку совершенно. Спасибо большое. Спасибо большое.